Николай Чудотворец Один из самых известных и наиболее почитаемых святых. Считается, что покровительствует он путешественникам и морякам, однако за помощью к нему обращаются все православные и говорят, никому в помощи он не отказывает. Святитель прославился многочисленными чудесами как при жизни, так и после своей кончины, а за доброе сердце и помощь людям он удостоился особых милостей от Господа. А День памяти Николая Чудотворца особо выделяется из многочисленных православных святых, притом посвящен ему не один праздник, а целых два. Его вспоминают 19 декабря и 22 мая. Первая дата, 19 декабря, это день кончины святого. Вторая же, 22 мая, событие необычное. Это празднование посвящено перенесению мощей из мир-ликийских в город Бари. Произошло оно через 700 лет после смерти Николая Чудотворца. Святого похоронили в соборе города Миры в Ликии. И уже тогда это место стало одним из крупнейших паломнических центров. Однако в 9 веке ситуация изменилась. Из степей пришли многочисленные орды турков-сельджуков. Они завоевали регион довольно быстро. После себя они оставили практически пустынные земли. Города грабили, людей убивали, святыни разоряли. Потому жители Мир замуровали мощи Николая Чудотворца в храмовый пол. Однако вскоре об этом прознали торговцы. Они решили заехать в разоренный город за останками святителя. Их обладатель получал не только духовную, но и материальную выгоду. В ту ночь в церкви, где хранились мощи, дежурили 4 безобидных монаха. Эти самые монахи, ничего не подозревая, выдали местонахождение святыни. Когда каменный помост над гробницей разбили, то увидели, что гроб доверху наполнен миром. Благоухающим маслом, сочившимся из останков святого. Купцы совершили небольшую службу и только после этого решили достать останки. Их завернули в верхней одежде, доставив на корабль. Произошло все это 22 мая. А в календаре это событие так и называется – перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в бар. В этот день православные верующие стараются посетить храм, помолиться и уконы святого, поставить ему свечу. Частицы мощей Николая чудотворца есть и в Рязанском Николаимском храме. Здесь верующие всегда могут поклониться иконе святителя Николая с частицей его святых мощей. И ковчегу, в котором также хранится частица мощей святого. В народе же этот день называли Николой вешней, теплой, травной, милостивой. Считалось, что если умыться утренней росой, то весь оставшийся год болезни будут обходить стороной. Также считается, что после Николы в неделю красный сев, самое время сеять, ведь тепло пойдет, стужи не будет. На Руси в день Николая Вешнева устраивали гуляния, игры для детей, накрывали стол для гостей. А вот грустить в этот день запрещалось, ведь нельзя, говорили раньше, ссориться и ругаться в праздник.